Так, что я еще бы хотел сказать? Да, теперь я бы хотел сказать насчет вот этих всех дрожжей и блесен. Значит, я вам позавчера говорил, что вот он московский хлеб. Мы его купили, все, булочка хорошая, салопанчики лежит, не съели. Буквально так и на следующий день смотрим, а он уже начинает блесневеть. А если еще в день, второй, то он вообще зеленый не продается. Потому что очень много плесень. Плесень нам не нужна. Поэтому, если хлеб у нас хорошее там продается, ну, знаете, там в шашлычном дворе или еще там они сами пекут. Вот такой хлеб хорошо. А тот хлеб, который вот такой вот купили и он показал вам, как он на самом деле, ну, лучше от него отказаться. Потому что раньше пробовали, просто кормили вот такой хлеб с плесенью, там, цыплят там еще. У них развивался покидывание шкура. Вот, дальше, дальше, что, знаете, вот помимо того, что мы там съели, теперь очень хорошо, вернее, должно быть это движение. Движение огромное количество видов. Есть так называемая скандинавская ходьба. Друг палки и погнали с этими палками. Я в противовес им придумал казачий ход. Я в противовес им придумал казачий ход. Значит, что это? Вы берете два эспантора, вот такие вот, да? И во время ходьбы вынули их. И вы идете в живот, да? Так же в живот. Смотрите, когда у нас палка, да? У нас работает вот просто вот так, сжато. Она передвивает. И как-то особо усилий даже нет. Сколько там палка весит? Она, ну, пусть полкилограмма, да? Вот. Ну, это вот. Если вы животные раз-раз, ну, отдохнули раз-раз-раз, у вас работает кисть. От кисти у вас сразу вся рука. Вы получаете гораздо большую нагрузку, большую нагрузку, лучшую нагрузку вращение, и когда хорошая кисть и сердце более сильное. То есть вы тренируете сердце. Сердце, особенно когда вы гнезинчики. Раз-раз-раз. И ходите. Все. Никто не видит. Легко и просто. Ну, вот. Прекрасная вещь. Намного лучше, эффективнее будет. Ну, там тоже. Одна же рука расслабляется, а другая дает усилий. То есть расслабляет атак. Конечно. Правда расслабляете вверху. Вы же начинаете атаку. Здесь тоже жалость. Ну, скандинавски не стоит. Жалость расслабляет. Жалость расслабляет. Но палки дают устойчивость. Ну, естественно, только что для устойчивости. Естественно, только для вот этой устойчивости. Если вы боитесь упасть. А вот это, ну, я считаю, раз в десять эффективнее. Это ваше мнение. А если бы вы сказали, то свое мнение. Отличная штука. Я суставу хорошо. Из-за суставов. Из-за всего. То есть все работает. Как-то от этого движения совсем по-другому. Понимаете? Все. Хорошо. То есть обязательно движение. Ну, вот я еще что сегодня. Я в метро Мира, да? Проспект Мира. Там лестница длинная. Экскалатор. Можно оставить. И поехал. А сегодня мало народа. Я, значит, вижу. И пешком. Она же еще поднимается. Как-то такое движение очень тяжелое. Я всегда так бегаю. Это хорошо. Я, короче, пробежался вот так вот. Это как-то движение. Это хорошо. Нет. Ну, не получи. Давай с вами. Нам, вольтеку, уже надо беречь. Хорошо. 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 То есть физическая нагрузка должна быть обязательно. Мы с вами представляем в основном мышцы, которые то сжимаются, то разжимаются. За счет этого еще сжались, кровь вышла. Значит, расслабилась, она зашла. То есть как губка работает, и нормально все это у нас движется. Особенно, особенно, вот вы видите, сели, и все. Позвоночный столб у нас не работает. Мы по тяжести все это придавили. У нас вот эти межпозвоночные диски. И они, как правило, особо и не питаются. А здесь даже мы в то время ходим, что это делается. Мы пошли, он только раз, чуть сжался. Потом хоп, во время там приподнялся. Сжался, приподнялся. И за счет сжатия приподнятия идет его питание. Питание не из-за того, что он лежит в позвоночнике, а именно из-за того, что он сжимается, рессорит. Вот будет вот эта нагрузка нормальная. Главное, чтобы она не чрезмерная. Потому что я там штангу тягал и много таких вещей делал. Значит, движение должно быть. Движение, лучше всего это окажется, хадьба. Хадьба быстрая. Т.е. вы можете, смотрите, пойти... Вы можете прогулочным шагом пойти вот так, да? А чтобы как-то для оздоровления, вы уже должны как-то побыстрее. Чтоб чувствовали, чтобы, значит, это... У вас идет вот эта работа. Вот это вот. Голеностоп. Это очень хорошо. Значит, вот эти штучки, вот эти штучки... Они, да, продаются... В каких с тобой? Не в аптеках, а в спортивных магазинах, да? В спортивных магазинах, да? То есть вы подберите для себя. Они разговаривают. Подберите для себя. Подберите для себя. Жесткий будет. Да, это не просто для себя. Можно мячики взять, а не мячики? Можно мячики взять. Можно мячики взять. Ну, это как-то поуже, потому что... Смотря какие. То есть я их подобрал вот такие вот для себя. Вот, они различные. Спортмастеры на ваше. Спортмастеры, да. Спортмастеры на ваше. А вот про почки сердца. Про почки сердца. Значит, вот как раз сердце, оно любит... Движение. Движение. Именно вот такое движение. То есть вот это... Если хотите углубить сердце, это обязательно движение. Раз. Первое. Второе. Постараемся надо, чтобы отсутствовалось волнение. Чтоб вы как-то не волновались. Потому что сердце сразу же и сосуды реагируют на любые эмоциональные волнения. Даже на радость. От радости бывает люди еще умирают. А может, вот если дозировано, то это и тренирует сердце? Что же как движение эмоциональное? Эмоции для сердца. Вот смотрите. Эмоции, конечно, разные. И вот те эмоции, которые укрепляет сердце, это как правило, чтобы какая-то небольшая радость была. Радость от ожидания подарка. Что вам допустим... Что-то дадут. Да. Что-то дадут. Что-то ждет. И вот в предвкушении вот это. Вот как только вот это предвкушение, значит, это вот то, что надо для сердца. Дальше для сердца, значит, идут полезные такие продукты. Оказывается, та же снука полезная для сердца. Оказывается, значит, можно делать, знаете, вот такую творожную смесь. Туда, значит, изюмчик, акура, и все это так это блендеры как-то перебороки, это еще. Орехи? Вот. Нет, орехи не надо вообще. Лучше всего орехи это... Лучше их с салатами есть. Орехи уже если пошло... Ну, вместо масла можете туда вот добавлять орехом в салат. А здесь, здесь творожок добавьте лучше... Курога и что еще? Курога и... Курога, конечно, много видов, я думаю, и белый, и черный, и еще там какой-то там есть. И да, там где-то, чтобы по чайной ложечке его съедали ежедневно. Это будет очень хорошо именно там для сердца. А вот тут еще вопрос. Он такой, я думаю, что все. Будет интересно, а как Вы относитесь к красному сухому вино? Там очень известно, что кавказ весь пьет. Красное чухло вино. Я думаю, по полстаканчика нормально будет. По полстаканчика нормально будет. Больше его не надо. А к водочке как это относитесь? Она же дезинфицирует, дезинфицирует. Это же душ очень полезно. Дело в том, что... Вот раз в неделю пахнет... Лучше к самоводу тогда. А ну это... Дело в том, что... Водку как-то... Тут уже трудно усадить за ее там хайством. Очень трудно. Самоводу сегодня. Самоводу, да. Вот если Вы хотите что-то там... Приемте гнать, да. Да. Сейчас очень, оказывается, я удивился. Сын, ну там занимается интернет-продажами различными, да. И я в это дело не вмешиваюсь. Вот. Оказывается, очень много дистилляторов. Сейчас продают дистилляторы что-то. Ну почему это? То есть вот гнатуют. Значит, если Вы хотите употреблять, значит, что-то такое, что-то такое... Вот мы подошли тогда, как бы сказать, мягко к теме, к кино теме, да. Водку, вернее, бургают самоводу. Значит, если Вы хотите делать самоводу, чтобы он у Вас был настоящий, там... Некоторые у нас знакомые делают, там, на зерне, не на просто черта, а бы как, там, знаете, там... А если водку надо не запилить, то чтобы нам было с 3-4-5 бутылок. Так вот, это должно быть желательно проверено, да. И на это делают различные настойки, налинки и так далее. И вот, в частности, можно настаивать, можно настаивать, знаете, вот... 30 граммов не больше... 30 граммов... 30 граммов... Для большого, для большого человека... Ну, для большого человека... Пусть кайфы... Больше... На самогоне Вы говорите на своё видео? Лучше всего, да... На самогоне... Не на спирте, да? Значит, спирт, оказывается... Ну, если взять теперь водку и спирт, значит, водка экстраирует эти вещества, спирт тоже экстраирует, но он и может и пережирать. Поэтому желательно наникать на воду, водочные настойки. Да, я в основном не прочитаю вообще-то это, знаете... Просто, например, в термос со стеклянной помбы кладётся там, какая-то там травата, и заливается кипятком, и настраивается в течение ночи. И вот это потекает. Потому что незаметно можно стать так алкоголиком. Но есть такие широко распространенные настойки на водочке. Вы знаете, настойки... Вот я к ним очень осторожно отношусь. Вот берёшь коньяк, там какие-нибудь бренды туда-сюда... У меня сразу на следующий день ночью орет мимо. А вот ещё что хочешь? И нормально. Потому что неизвестно, что там... Вот этот коньяк... Он остается в губовых бочках. Он уже невольно упирает в себя вот эти вяжущие качества губа. А для сердца... Для сердца очень вредны те продукты и напитки, которые содержат вяжущий вкус. Чаи, особенно такие настойные. Кофер, особенно тоже такой настойный. А они, знаете, простимулировали там... Когда чашечку употребляешь... То есть их немножечко так выпиваешь. Тогда нормально. Как только зародили утром, в обед, вечером... Утром, в обед, вечером... Значит уже дальше будут какие-то проблемы с сосудами... А цикорий так не действует? Что? Цикорий так не действует? Если... Любое вещество, любой продукт будет действовать чрезмерно. Я, например, в детстве съел где-то пол-литра леда. Да? Вот спасли. Я чуть не отравился. У меня было ужасно. Где-то мне лет пять было. Нельзя забивать холодной водой. Может быть, холодной водичкой забить? Нет. Холодной водой старайтесь не забивать по причине того, что пищеварение – это процесс горячий, огненный. Как только холодная вода у вас поступает... Вообще, постарайтесь... Вот вы поели, да? Лучше сначала выпили жидкое. Желательно выпить что-то тепленькое. Особенно в холодное время. Особенно по желуду человек. Почему? Тепленько подготавливает наш желудок к приему пищи. Потому что, конечно, холодное может вызвать спазм. Да, вызвать вот такое. Тепленькое, значит, подготовлено стеночки для того, чтобы они выдавали ферменты, соленую структуру на переваживание пищи. А дальше уже пошло у вас. Вяжущего не должно быть. Потому что вяжущая вяжет стенки жрубные. Оно сначала, смотрите, так действует на то, с чем соприкасается. А потом, когда уже всосалось, оно дальше идет по сосудам и, естественно, сердцем. Вот, например, хрума. Вы знаете, как съели и что? И можно задохнуть. Или получится. Вот так вот оно действует. У меня индивидуально очень хорошее переносимость формы. Хрума, да? Объесться, да? Объесться. Сейчас я почитал и с ума что-то думал, как я не умею. Потому что... На самом деле, хрума тоже полезна для сердца, особенно королев, которая сладкая. А есть хрума, а то ровяющая. И смотрите, смотрите, вот у вас конституция все-таки такая большая. Спортивная. Ну, спортивная. Большой человек, да? И, как правило, он и тебе говорил, объем большой. Его можно немножечко и подсушить, и подвязать. И человеку нормально даже будет. А если только маленькому человеку, ну, маленький у меня у нас... Нет у нас маленького. Ну, пускай. Ну, вообще, нормально, нормально. Сейчас это раз, она их завяжет. Она их завяжет, и все. А как вы относитесь к чесноку? К чесноку. Чеснок. Значит, используйте различные специи для того, чтобы... Для того, чтобы, смотрите, и улучшить пищеварение. Вот для чего применяются специи? Для того, чтобы аппетит сразу, пищеварение, да? Немножечко все лука, чеснока, перчика и умеря, если боитесь, что будет запах, да? И плюс еще паразитов погоняете. То есть, такое вот интересное средство. Поэтому, можно седать, особенно в холодные, в негагонах, которые... Такое, как сейчас. А про почки? Почки. Значит, почки любят, чтобы более-менее организм тоже не пересыхал. Ну, для этого... Ну, хотя бы если вы будете вот раза три-четыре регулярно питаться в течение дня, и, естественно, вы там будете употреблять, там, нельзя, там, ну, там, там, вы будете употреблять, там, ну, пускай там, травяной чай. Они, особенно, знаете, любят такие чаи травяные с нейтральным вкусом, и которые делают лягкие угрозы. Вот это они очень любят. И, в добавок, существует интересная такая методика подобного, как говорится подобное. Есть ли у человека больные почки? Он, значит, берет почки, там, бараньи или еще чего-то, или кого-то, да? Он их отваливает и употребляет вместе с овощами. Немножечко, ну, в смысле, там, сто грамм, потусы. Почки, там, то же самое, там, какие почки, свиней, там, почка. Что? Что это полезно? Значит, почки укрепляются, вот, понимаете, оно и укрепляется. Что делать? А вот как вам сказать? Вот мы укрепляем с вами мышцы, вот так же мы можем с вами укрепить почки, можем их как-то даже немножко там обновить, путем того, что почки будут непосредственно брать то, что уже есть в животном. То есть, здесь важно понимать, знаете, что во всем животном мире, у человека в животном мире примерно все создано по одному тому же. сердце, сердце, почки, почки, печки, печки, печки. Если хотите укрепить сердце, пожалуйста, у вас пулиные сердечки, вы, значит, берёте, поджарили, опа, съели, это уже будет на сердце, если хотите, вот. Вот, если хотите почки, так можно почки. Если вы хотите суставчики, значит, берёте и вываливаете вот этот холодец, из костанута, и его едите, это уже хорошо влияет. А можно там водички, Наталья Павловна? Водички? Ну, а то мне воркут, или слов. Ну, вы знаете, один вопрос. Я уже запутался. Вот первый, второй, третий. Чай после приёма пищи болезнен он или нужен, или не нужен? Обычно вы всю жизнь пили чай, а сейчас мы читаем вроде приятное. Или компот, или чай, не важно. Желательно изменить свою пищевую привычку, но если не хотите менять, да или не надо? Не надо, да. Да. Если это как-то болезненно, да? Нет, для меня это как будто так и надо, без этого я как будто... Да, взлеталишь нас на это. Ну, эта привычка появилась из-за того, что я вам рассказывал, что мы хлеб, продукт, который требует... Хлеб, картофель, вообще мучное, да тоже мясное, на его переваривание выделяются желудочно-кишечные соки в количестве где-то там литр-два, а то и больше. Все это выделяется из крови. Естественно, кровь у нас становится более мягкая и сообщается, что надо пить. А если мы с вами, вот это очень важно понимать, очень важно понимать, если мы с вами выпили до еды тепленького что-то, да? Далее мы с вами съели тушеные овощи, которые в основном состоят из воды, и уже дальше что-то там мясное или там крахмалистое. И, заметите, нам не хочется пить. А если вообще какой-нибудь салат свежий, да? То вообще зачем пить, когда вы уже, видите как, получается? Вы знаете, я еще заметил по себе, вот выпить холодную воду очень я люблю. И сразу там все эти процессы приходят. Это окоплился холодной водой. Сначала холодно, потом он быстро заливается. Тренировка пищеводов. И уже понимаешь, еще очень хорошо. Вы понимаете, что в больничке или в больничной пищевой? Нет, у нас своя. Знаете, есть, будем так сказать, индивидуальные вещи. Вы вот для себя вот такое почувствовали. Да, холодная вода. Она действительно поможет. Как тогда вот взбодрить? Ну, что касается пищеводов, она особо не полезна. Я перед едой выпил, он сразу у меня там начал движения какие-то и принимает уже пищеводов. Тренированные уже пищеводов. Хорошо. Вот смотрите, если действительно вы как-то выработали свою какую-то там уже собственную систему. Вот все, что я вам говорил, вы так подумали по этому. И немножечко добавляете. И даже если вот вы решили всем этим заниматься, опять-таки я вам рекомендовал, начинаете немножечко добавлять. Потому что как только начинаешь что-то резко менять, это большая наруска для организма, начинает идти различные такие процессы, вот в которых мало кто ориентируется, и думает, я там себе там допустим что-то нам не делал, или еще что-то сделал, или еще. И начинает возвращаться. И тоже не всегда получается вернуться так, как он задумал. И думает, ох, что-то там расстроено. А потихонечку дозируем, чтобы вы понимали, что с вашим организмом происходит, а в какую сторону вы идете. Поэтому. Вот так. Вот я могу сослаться на свой опыт. И ты начал заниматься там, ну, грубо говоря, сиродительным. Такой вот у меня был опыт. И, значит, очень быстро. Вес сбрасывается. Вес сбрасывается. Летом довольно-таки хорошо. Легкость такая. Все ты там пеешь. Давайте так сказать. Подсушился. Сейчас вам даже покажу, как проведу. Подсушился. Все. Действительно. Она, так сказать, работает такая. Эта штучка. Если негативные, то надо. Здорово. А потом? Потом. Начинается холодное время. Миногода. И я чувствую, что, знаете, что-то получается не так. Хочется борща. Горячее. Вот смотрите. Вот когда я занимался, что-то... Чесночком. О чем было? Я был вот таким дядькой. 115 кг вес. Поднимал 200 кг. Не похоже немножко. Не похоже. Не похоже. Здесь где-то было 23-24 кг. Здесь где-то было 23-24 кг. И это за дождь для меня не составляло. Никакое-то... Ну, надо оно выросло из чего-то. Я бы не сказал, что я был от природы приспособлен для понятия тяжести. Это, грубо говоря, все это распачка. Дальше мы смотрим. Вот после этого я занялся, значит. Вот мы оздоровлением. Я только... Хопа! И стал вот таким. Слушай. Это же как-то помоложе, да? Да. Подождите. Отдавление. Что вы составили? Есть. Я начал вот больше. И где-то процентов 70 мл рациона стали составлять различные овощи, фрукты и вот это вот. Сырые. Даже не грушёные, а именно сырые, да? Сырые, да. Всё, сырые. И вот смотрите. Теперь. Наступает на язву декабрь. И я чувствую, чувствую, что я начинаю мёрзнуть. Из носа определяется какая-то непонятная жидкость. Что-то вообще организм перестаёт переваливать. И потом, когда я расспрашиваю у других людей. Оказывается, это не только меня. Это закономерность. Потому что летом, допустим, аргу, залежать на баке, и они от солнца борются тем, что ободняют себя и охлаждают. Капуста – это холодный продукт. Значит, помидоры тоже на этом более-менее холодные. Морковка вообще там зубы. То есть все эти продукты охлаждают. И зимой я это всё начинаю применять. Они меня охлаждают. И всё. Дальше. Какие ещё? Я вовремя остановился. А те, кто продолжали. Дальше. Они вообще сидят за столом, засыпают. Сил никаких. И если женщины, у них превращается всё по-женски. Ну, всё. Да, у всех. Вот. Салат. А поешь кусочек мясца? Не надо. Поэтому, да. Конечно. И вообще, знаете, я сейчас живу в гостинице Алтай, а там раз – вегетарианцы. Отдельные столы. А я такой, ну, ух, негода себе. Вообще, вегетарианцы, это дело, знаете, дорогое. Не просто там надо найти вот это блюдо, приготовить. Потом те же орехи там. Что-то с метком. Потом как-то кашу. Кашу не просто там приготовить, а запарить её там. Ну, если по правилам всё это делать. Ну, это такое дорогое удовольствие. А одна вот мне, как раз я там на ТВ-3 снимался, она вроде как-то даже сыроедением занимается. Я вижу, она вот, ну, женщина, она как ребёночек уже стала, такая маленькая. Говорит, я ем киви. То есть они куда-то там киви заказывают и ещё там что-то. Ну, это не дело. И при этом вот она, за руки берёшься, они там холодные. Ну, не то, короче, холодные. Для того, чтобы это действительно было то, значит, вот сезон года настал, мы тёплые, да, употребляем больше овощей. Овощей особо нету, значит, мы употребляем их в тушёном там виде, действительно там сальцо или ещё что-нибудь такое. И это нормально. И меня. По сезону. Так, значит, обязательно добавляем движение. Что касается закаливания. Закаливание, вот. Для закаливания. Лучше всего, вот я так скажу, это мы с утра приняли такой тёпленький душ. Приятный. Проветрили комнату. Значит, вышли обнажёрным. И по этой комнате похожи. Вот это вот одно из двух. Не вытираясь. Лучше всё, да, не вытираясь. Это одно из самых лучших мягких закаливаний. Если, значит, нырять в прорубь. Вроде бы это хорошо. Там, значит, надо нырнуть быстро и выдвинуть из неё. Общелечивание. Если, значит, немножко залижаться в проруби, то можно получить переохлаждение, которое начнёт сказываться на предстательной железе, на суставах. Незаметно причём это всё происходит. Это всё происходит. Самое страшное, что незаметно. А потом только то раз в один прекрасный день вы чувствуете, а у вас суставчики на погоду начали ныть. Начали ныть на погоду. Чтоб этого не было, значит, лучше всё. Контрастный душ. Контрастный душ. Вот именно контрастный душ дома и делаете. Контрастный душ сделали. Причём не старайтесь делать это слишком большая, чтобы разность температуры была. Это где-то у вас, ну, примерно градусов 38. Горячая вода, пускай будет 38, максимум 40. А прохладная вода у вас, пускай будет где-то градусов 15. Контраст будет очень хороший. Больше там где-то там 10 градусов. Но она вроде как и воде будет больше, но возрастает опасность это переохлаждение. И причём это переохлаждение коварное незаметно происходит. Так, хотелось ещё что-то, конечно, рассказать. Да, и, конечно, поддерживать бодрое состояние ума. Бодрое состояние ума – это очень важно. Для этого вы можете читать какие-то для себя, выбрать настрои, которые будете читать, которые вас, знаете, волнуют, которые вы чувствуете, вы прочитали, и они вас, может, зацепили. Геннадий Петрович, вы вчера говорили, что сегодня вы будете про диагностику говорить. Ага, теперь поговорим, значит, о диагностике. Значит, опять-таки, это всё всё-таки кратно. Вот то, что я вам рассказал. Потому что, ну, по крайней мере, этого достаточно для того, чтобы что-то начинать делать и уже работать и получать эффект. Значит, диагностика следующая – вы смотрите, ну, он говорит, вот, в себя так, допустим, сели, и начинаете немножечко так просто исследовать, устаете вы или не устаете? Значит, устаете от чего, допустим? Вы посидели, либо там, допустим, какую-то передачу посмотрели, либо вы трудились на компьютере, устали. Вот, и сравниваете состояние. Ага, а вот вы там прогулялись или ещё что-то сделали. И уже для себя делаете вывод, что если вот от этого, ну, как-то устаете, пойдите хотя бы на прогулку. Погуляли, уже совсем по-другому проверились. Первое дело, да, вот это какая-то устация. Спасибо.